Всех приветствую на своем канале. Сегодня делюсь рецептом рыбных котлет. Котлеты получаются очень вкусные, сочные, нежные, с плавленным сырком. Такой рецепт никого не оставит равнодушным. Делаю котлеты из фарша трески. Фарш трески достаточно сухой, но за счет того, что котлеты будут с плавленным сырком, они получаются очень нежные. Понадобятся любые приправы для рыбы. Репчатый лук, овсяные хлопья. Панировать буду в кукурузной муке. Репчатый лук, овсяные хлопья буду перемалывать в блендере. У меня нашелся небольшой кусочек сала. Сало прекрасно сочетается с рыбным фаршем. Перемалываю. Добавляю приправу для рыбы. Достаю плавленные сырки из морозилки и натираю на крупной терке. На тертый сплавленный сырок добавляю в фарш. Осталось соединить все ингредиенты. Тщательно вымешиваю фарш. По своей традиции делаю небольшую котлетку. Запекаю в микроволновой печи. Ставлю такую котлетку на 10-20 секунд. Котлетка получилась вкусная. На этом этапе можно исправить фарш, добавить соль или приправу. Я решила для сочности добавить 2 столовые ложки майонеза. Оставляю фарш на 10-15 минут. За это время овсяные хлопья будут выделять свою клейкость и котлетки будут более плотные и мягкие. При жарке они не будут разваливаться на части. Из полученного фарша формирую котлеты и обваливаю в кукурузной муке. Перекладываю котлеты на сковороду, смазанную растительным маслом. Обжариваю до румяности с каждой стороны на среднем огне по 3-4 минуты. Прикрываю сковороду крышкой, чтобы они протушились и для сочности добавляю кусочек сливочного масла. Чтобы котлеты не потели, не мокли под крышкой, закрываю крышку и оставляю зазор. Я фиксирую зазор вилкой. Готовые котлеты можно подавать к столу. Котлеты получаются очень вкусными и нежными. Подписывайтесь на канал. Если вам понравился рецепт, не забудьте меня поблагодарить, поставить пальчик вверх. Подписывайтесь. Будем вместе расширять кулинарные горизонты. Всем пока и до новых встреч!